Решить 40 математических примеров за 5 минут. Такая задача стояла перед ребятами на Олимпиаде по ментальной арифметике. Участники должны были продемонстрировать умение считать на счётах абакус и ментально, то есть в уме. Свои способности продемонстрировали дети от 6 до 10 лет. Их разделили на 6 групп в зависимости от возраста и по уровню знаний. Олимпиада имеет, знаете, какую цель? Для того, чтобы ребёнок вышел за рамки своего образовательного учреждения, чтобы он посмотрел, как другие дети в других школах обучаются и мог бы себя сравнить. Свои знания и со знаниями тех детей, которые приходят из сторонних школ. Ну и когда они занимают место, это для них очень престижно. И соревноваться это надо, чтобы они посмотрели своё место в данном курсе. Городская Олимпиада по ментальной арифметике прошла на базе станции юных техников во второй раз. В этом году мероприятие прошло при поддержке Департамента образования и собрало порядка 80 участников из детских садов, учреждений дополнительного образования, центров развития. Олимпиада состояла из четырёх этапов по 40 примеров. Чтобы посчитать, многие ребята что-то делали руками в воздухе и перебирали пальцами. Это ментальный вот такой счёт. Мы представляем косточки в воздухе и как будто их откладываем. Я ментально решаю, ну быстро, ну не так уж много ошибок, три-четыре. Как тебе сегодня были задания? Ну, мне немножко они показались сложные, но когда я решаю ментально, я тоже решаю очень быстро. Первое у нас было, мы считали на Абакусе. Это было и интересно, и задания были несложные. Про ментальный счёт там долго решать. Примеры сложные достаточно. Ещё когда у тебя перед собой нет счёта, и ты это должен считать в уме. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей состоится 30 мая. А 17-18 мая воспитанники станции юных техников будут представлять наш город на Всероссийском чемпионате по ментальной арифметике во Владимире. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Светлана Ярунова, Сергей Рябов.